Стоять, Курапов! Руки за голову, деньги на пол! Хорошо, только давайте деньги в руку положу, а то тут ветер, они улетят! Хорошо, клади! Зачем ты мне камень... положил? Странная история про камень началась с проблем по учёбе. Курапов, это только два! Ну почему, Вера Павловна? Ну какой к чёрту резонанс электромагнитного поля камня и биополе человека? Ты что, Гарри Поттера перечитал? Я ведь там в уравнении доказал! Я над этой формулой три года работал! Ты бездарность, Курапов, у тебя по всем предметам три! И какая формула? Опустись на землю! Мне всего лишь нужен ускоритель частиц, чтобы доказать мою теорию! Психдиспансер тебе нужен, чтобы доказали, что ты не Эйнштейн! У меня действительно было плохо с учёбой, но лишь потому, что я всю энергию и свободное время тратил на физику. Я с восьмого класса был поражён таким явлением, как электромагнитное поле. До сих пор никто не знает, из чего оно состоит. Его невозможно увидеть и потрогать, оно появляется мгновенно и мгновенно может исчезнуть. В какой-то день мне пришла догадка, как резко усилить электромагнитное поле человека, и, возможно, у него появятся суперспособности. Для этого нужно, чтобы волны биополя человека вошли в резонанс с чем-то нематериальным. А резонанс – это резкое увеличение амплитуды колебаний. Я украл у родителей все сбережения и подкупил охрану университета, чтобы по ночам меня пускали в лабораторию, где был ускоритель. Через неделю опытов мне удалось поймать резонанс поля камня и биополя крысы. Крыска дотронулась до камня, и вокруг них возникло какое-то легкое свечение. Крыса как будто стала улыбаться, ее глаза были такие довольные. Я ее пугал, давал сыр, пытался оттащить, но она держалась за него и радовалась. Прошла неделя, крыса уже была полностью худой, но все еще держалась за камень, и я решил, что крысу нужно спасать, и оттащил ее за хвост от камня. Она взбесилась, зашипела, из-за рта пошла пена. Что-то странное было с этим камнем, и на всякий пожарный я трогал его только в перчатках. Я положил камень в контейнер, понес его домой, чтобы проверить на котах. Сынок, ты опять за старое, тебе скоро 15 лет, а ты все камни какие-то носишь домой, прям как ребенок, а? Мама, нет, не трогай, нет! Хочешь, возьми мою карту, закажи себе PlayStation 5, и пиццу возьми, друзей позови, отдохните как следует. Я боялся, что мама будет держать этот камень как крыса, и через неделю умрет от голода. Мам, отпусти камень! Что ты натворил, скотина? А ну отдай этот камень немедленно! Она была настолько не в себе, что когда я отбирал этот камень, она откусила меня кусок мяса с руки. Я бежал по улице, а за мной гналась моя собственная разъяренная мать, ее глаза полностью налились кровью. Через некоторое время я оторвался от мамы, уже темнело, и нужно где-то было переночевать. Я подошел к элитному богатому дому, и начал ждать, пока выйдет какой-нибудь богач. Дядь, купите камень, всего один рубль. Бедный мальчик, кушать, наверное, нечего. Ну, держи пятерку, давай свой камень. А че ты в перче? Спасибо тебе, мальчик. Я наконец-то достиг всего в жизни. Пойдем к банкомату, я сниму тебе денег, сколько нужно. Вторая часть в следующем видео.